Суд Ленинского района вынес приговор курьеру телефонных мошенников. Он завладел имуществом пенсионерки путем обмана в особо крупном размере. По материалам уголовного дела 28 сентября 2022 года Гродненке позвонили на мобильный телефон. На другом конце провода был женский голос, который представился ее дочерью. Она якобы попала в аварию и сейчас находится в больнице. На этом звонок закончился. Через некоторое время потерпевший перезвонил мужчина. Он представился капитаном милиции и сообщил, что в ДТП виновата ее дочь. И чтобы не возбуждать уголовное дело, необходимо выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч долларов. Пенсионерка поверила и пообещала пересчитать сбережения и передать их. Вымышленный капитан милиции заверил, что один из сотрудников ведомства поедет за лекарствами и на обратном пути заедет за деньгами. Кроме того, для дочери в больницу нужно постельное белье и полотенце. Потерпевшая отдала мужчине два пакета. Один с вещами, второй с деньгами. 11 тысяч долларов, 1860 евро и 1000 белорусских рублей. В этот же день обвиняемый передал сумму неизвестным, оставив себе положенные 10 процентов, а вещи выбросил. К слову, на скамье подсудимых оказался 27-летний гродненец, который искал легкий заработок в социальных сетях. Свою вину он признал и раскаялся. Судом Ленинского района города Гродно вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Гродно, который, действуя в группе лиц с иными неустановленными лицами уголовного дела, в отношениях которых выделено в отдельное производство, завладел путем обмана имуществом престарелого лица в особо крупном размере. На основании части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Дополнительно назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин. Суд также обязал его возместить в пользу потерпевшей материальный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.